друзья приветствую начинает лето у нас уже и начинается сезон фруктов и вкусных ягод у меня сегодня пришла подружка в гости и говорит давай сделаем вареники на пару пухки у меня всегда такое знаете всегда возникало сомнения по этому поводу но мы попробовали вареники у нас получились замечательно я хочу поделиться с вами этим рецептом и видео рецепт мы взяли с интернетом то есть проверили себе нам для вареников необходимо мука 500 мили 500 грамм кефира 300 миллилитров 1 чайная ложка соды пол чайной ложки лимонной кислоты соль щепотка и в принципе замесить тесто приступим все смешиваем слаживаем миксер для вымешивания оставлю 5 минут как как по мне тесто немножко такое сода и должно поставить ну и ставим чтобы он вымешивал процесс вернемся через пару минут посмотрим результат теста друзья пока у нас вымешивается тесто наше мы подготовим начинку это у нас будут вареники с клубникой круто правда можете брать любой но у нас сегодня пока сезон еще клубники мы готовим с клубникой клубнику необходимо помыть оторвать от клубы ножек и пересыпать слегка сахаром у нас тесто уже вот вымесилось до такого вот состояния однородного на шейме вымешивается около двух минут вот видите какая красота так у нас тесто замесилось смотрите какая мягенькая получается вот такая вот приятная консистенция так будем сейчас раскатывать тесто нужно раскатывать вручную ну я буду раскатывать с помощью моего помощника сейчас будем с вами раскатывать тесто на моем помощнике ну можно конечно раскатывать вручную трошки переставлю ингулятор продолжим тесто мягкое податливое такое вообще прям приятно с ним работать теперь друзья будем вырезать кружочки у меня вот такая вот есть формочка из кондитерки с под печенек делаем кружочки убираем лишние берем клубнички в среднем где-то по две штуки и растягиваем их залепляем вареники хорошо залепляем края чтобы не разварилась насаживаем на разнос ну я вот так где-то по две клубнички беру варить будем мы их на паровой бане так как это с содой ну авторы пишут что можно варить и как обычные вареники попробуем с вами разными двумя способами сварить потом наши эксперты мужья и дети будут проводить оценку какие вкуснее ну так пока у вас тесто есть лепите пока не закончится я сейчас налеплю а потом скажу количество штук сколько получилось вот с данного количества теста окей так друзья мы закончили лепить вареники у нас получилось в среднем 1 2 3 4 5 по 11 55 и 1 1 2 3 4 5 6 7 8 55 и 8 это получается где-то 63 вареника в среднем по весу это кило 300 это больше чем достаточно для среднестатистической семьи сейчас будем пробовать их варить на паровой бане и попробуем сварить отдельно просто так попробуем какие вкуснее суждите так друзья варим в кастрюльке сейчас будем варить еще на пару вареники с вареные на кастрюльке вареники с клубникой у нас сверху надо положить масло сливочное масло сейчас посмотрим какие у нас вот сочные видите как вытекает вилюшечка вот разрез те которые варились на кастрюле такие вот сочные будем пробовать сейчас будем готовить с вами на пару в пароварке кэндрот коктеншек положим не очень близко друг к другу потому что они будут подниматься так опускаем наш аппарат опускаем головку включаем чтоб нагревалась и не поднимались на пару ставим время приготовления 4 минуты 4 с половиной закрываем крышкой и ждем после этого наши вареники они как смотрите поднялись такие вот красивые шикарные прошло времени у нас уже 3 минуты наши вареники почти готовы сейчас пару минут сливочное масло и накрываем их крышечкой чтобы они пропались и будем дегестировать так друзья вот у нас сварились на пару наши вареники в среднем мы их варили 5 4 с половиной минуты видите такие они красавчики у нас перенаживаем их в мысочку так теперь кидаем сверху кусочек сливочного масла и накрываем крышкой чтобы они немножечко подпарились и не сохли так ребят мы дегустируем одни сварены в кастрюле другие на пару если вам мало сахара вы можете слегка притрусить сахаром какие вкуснее на цены до варени на флаги сыра кисло из кисло пение м м м м м м м м Продолжение следует...